Это новости на канале НСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Частный не значит забытый. Продолжается ремонт дорог в частном секторе. Всего в этом году планируется отремонтировать почти 80 дорожных объектов. Из городского и областного бюджета с этой целью выделено 150 миллионов рублей. Схема меняется кардинально. С понедельника машины, въезжающие на развязку на площади труда, должны будут двигаться по часовой стрелке, а не против часовой, как до этого. Такой порядок сохранится до окончания строительства четвертого моста. Общежитие для никого. Мэрия будет добиваться сноса незаконно возведенного в частном секторе строения, предназначенного, по мнению жителей, под общежитие для трудовых мигрантов. Судьбу здания должен решить суд. А теперь подробнее об этих и других темах. Темпы и качество ремонта дорог в частном секторе проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Наша съемочная группа вместе с градоначальником побывала в Ленинском районе на 1-й Чулымской улице, где подрядчик приступил к ремонту проезжей части. У жителей частного сектора любого мегаполиса проблем всегда хватает. В Новосибирске для того, чтобы люди не чувствовали себя обделенными вниманием, мэрия реализует различные программы, которые призваны в том числе улучшать комфорт проживания на таких территориях. Мы уделяем большое внимание благоустройству и решению проблем частного сектора, потому что в Новосибирске значительная часть территории проживает в зоне индивидуальной застройки частного сектора. Дороги, социальные объекты, те же школы, наличие детских садов, мест. Это все благоустройство, чтобы детские площадки были. Это все вопросы, необходимые для решения. Отдельный и масштабный вопрос, который требует постоянного внимания со стороны властей, дороги частного сектора. В этом году на их ремонт город выделил 100 миллионов рублей. Еще 50 миллионов добавила область. За городской бюджет предусмотрен ремонт 56 объектов и за областной 22. В настоящий момент завершили работы уже на 26 объектах. 18 объектов у нас находятся в данный момент в работе. Анатолий Локоть во время выездного совещания на улице 1 Чулымской, где ремонтировали почти 700 метров дороги, обратил внимание не только на сроки и качество выполнения работ. Обращаю внимание на безопасность. То есть частный сектор, это не значит, что только дорога, только под проезд. Это в том числе и тротуар, пешеходные зоны. Это переходы этой дороги, потому что здесь и школа, здесь и детский сад, здесь и поликлиника. И наличие необходимых мер, которые надо предпринять для обеспечения безопасности пешеходов, прежде всего детей, мы сегодня ставим во главу угла. И о сроках ремонта дорог частного сектора. Ожидается, что все объекты сдадут в срок. И погода здесь не сможет помешать. Около 90% всех дорог покрывается щебнем. А его можно, и даже лучше, говорят специалисты, укладывать в дождь. Общежитие для мигрантов на улице Пригородной снесут в Новосибирске. Чиновники пообещали местным жителям обратиться в суд по поводу самовольно построенного здания в Кировском районе. Почему строительство в частном секторе вызвало гнев местных жителей и зачем недовольные соседи со своими жалобами дошли до председателя Следственного комитета России, узнал Василий Акимов. Улица Пригородная расположена в тихом месте левобережья рядом с Бугринской рощей. Неподалеку протекает опь. В общем, место вполне комфортное для проживания, говорят местные жители. Однако всей этой идиллией едва не пришел конец. И все благодаря этому трехэтажному зданию, возведенному на месте старого частного дома. Это земля для индивидуального жилищного строительства, то есть для дома на одну семью. По факту построили вот этот вот многоквартирник. Здесь минимум можно разместить 30 квартир студий, либо комнат, которые по статусу будут как доли в индивидуальном жилом доме. Это здание построено со всеми нарушениями, незаконно. Дело дошло и до прямого конфликта. По совместных жителей сначала рабочие улыбались. Однако после того, как пошли жалобы во все инстанции, начали угрожать. Соседям уже угрожали, участковый приходил. Соседу обещали кирпич на голову надеть и кого-то здесь даже порезали. Собственник возвел здание вплотную к участкам других домов. И теперь соседи опасаются, что после подключения нового объекта к коммуникациям усилятся и без того частые перебои с водой и электричеством. А жители этого дома недовольны тем, что окна здания выходят сразу на их двор. Строительство признано незаконным и стройнодзором и рядом других контролирующих инстанций. Хотя владелец и пытается доказать, что якобы он сам будет жить в доме. Местные не верят. Для себя так не строят, говорят они. Здесь используется самый дешевый кирпич, самый дешевый утеплитель. Вместо пола там просто земля в перемешку с какашками собачьими, с землей и с травой. На городской комиссии по самовольному строительству чиновники единогласно приняли решение обратиться в суд. Сейчас стройка приостановлена. Жители улицы Пригородной намерены проследить, чтобы и суд состоялся, и здание снесли. Мы хотим принять участие во всех и в экспертизах тоже. Самовольная застройка – одна из проблем нашего города. И хотя такие дома есть практически в каждом районе, о сносе самовольных построек все эти годы не было слышно. Транспортная развязка на площади труда постепенно уходит в историю. Скоро ее должна будет заменить новая, а пока в связи с реализацией очередного этапа строительства четвертого моста схема движения по ней вновь меняется. Что ожидает автомобилистов, начиная уже с понедельника, узнал наш корреспондент. Вся территория, которая на площади труда была занята кольцевой развязкой, уходит под опоры строящегося четвертого Новосибирского моста. По этой причине 14 августа с пяти часов утра схема движения автотранспорта кардинально изменится. И ключевое слово в данном случае кардинально. Изменения основные будут связаны с тем, что обычно люди, двигаясь по кольцевой развязке, двигались против часовой стрелки. А теперь нужно будет двигаться по часовой, то есть в обратном направлении. Это обязательно нужно обращать внимание на установленные знаки, информационные щиты. К примеру, водители, двигающиеся с улиц Станиславского и Широкой, со стороны Ватутина, должны заезжать по открытым направлениям развязки и двигаться по часовой стрелке. Но это еще не все изменения. Существенные изменения коснутся тех пользователей автодорог, которые будут ехать по улице Широкой со стороны улицы Троллейной. Теперь у них будет исключен левый поворот, на развязку уже заехать будет невозможно. И нужно для того, чтобы попасть на площадь труда, нужно будет повернуть направо на улицу Станиславского и развернуться перед перекрестком с улицы Котовского. Грузовому транспорту, который будет двигаться по этому же направлению, придется ехать на улицу Ватутина и там разворачиваться перед пересечением с улицей Котовского. И только потом можно будет ехать на площадь труда. И такая схема движения останется до окончания строительства моста. Также мы по соглашению с навигатором службы Яндекс и 2ГИС внесли туда поправки и к понедельнику они должны заработать. Поэтому те, кто пользуются навигаторами, тоже будет такая возможность поехать правильно, чтобы не создавать турбулентности и не создавать дополнительные транспортные заторы. В компании ВИЗ, которая строит 4-й мост и все его развязки, ждут оптимизации движения по территории площади труда после новой введений. Мы уходим от левого поворота, в частности с улицы Широкая, по-моему, с тройным. И есть предположение, что транспорт пойдет быстрее и проще. Да, но опять же скажу, что для этого мы устанавливаем 4 пары транспортных светофоров. У нас полностью здесь уже будут отсутствовать пешеходные переходы, они временно смещены на улицу Котовского. Так что, скорее всего, движение пойдет лучше. Пешеходный переход через улицу Широкую к МФЦ сохранится, как и схема движения по площади энергетиков. Она пока остается прежней. Многоэтажный дом в качестве источника проблем для жителей частного сектора. Уже много лет жильцы домов на улице Озерной страдают от подтоплений своих домов и винят в них построенный поблизости многоэтажный дом. Подробности в нашем следующем сюжете. Улица Озерная расположена недалеко от центра Левобережья и практически со всех сторон окружена многоэтажными домами. Один из которых жильцы и обвиняют в том, что у их частных домов появились серьезные проблемы, которые начались еще в 2012 году, когда начали строить эту многоэтажку. У нас вот так вот все тряслось. Фундаменты поехали. Под полом оказалась вода. Там выше, сюда ниже. После каждого дождя мы вот так вот тонем в воде. Причем дело не только в том, что многоэтажка стоит выше частного сектора. Весные жители говорят, что и некоторые конструктивные особенности жилого дома способствуют тому, что вода течет в сторону их участков. Когда дождь начался, они включают насос, чтобы вода. И вот эта вода, вот эта вода, они колодец не приходят, не открывают, потому что он весь засоренный. И вот эта вода, она все идет ко мне в ручей. Там у нас вода не справляется. Все загрязненно, никто не чистит. Они-то наверху живут, а я-то внизу. Она доходит до меня и вся остается у меня во дворе. Вызываем машину. Вот свидетель. Ведрами носили с дочерью. Машину потом вызвали. Полный гараж, полный дом, крыльцо поднялось. Все. Да что это, сколько можно? Обращение к депутатам и чиновникам различных уровней ни к какому видимому результату не привели, говорят люди. Более того, они подозревают различные комиссии, что проблему утаивают сознательно. Заходит. Ну как так? У вас не должно быть воды. Я открываю ей подпол. Я говорю, это что? Ой, правда. В мэрию написали, что у нас нет воды. По всех инстанциях местным жителям советуют обращаться в суд. Однако эти в основном уже немолодые люди не готовы к судебным тяжбам. Говорят, что скорее всего суды затянутся на годы. Не говоря о том, что у них просто нет денег на юристов и адвокатов, в отличие от застройщика. В итоге решение этого вопроса так никуда и не продвигается уже много лет. Пора бы уже городским властям заняться этим вопросом и сделать хотя бы ливневку, которая решила бы проблему с отводом воды. Или просто не выдавать разрешение на строительство в таких местах. Хотя это, скорее всего, сделать будет намного сложнее. И к другим темам. В советском районе Новосибирска утром 11 августа произошел пожар в больнице. Спасатели эвакуировали 73 человека. Как рассказали в МЧС по региону. В терапевтическом корпусе городской больницы номер 3, расположенной на улице Мухачева 5, загорелась раздевалка на первом этаже здания. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Возгорание потушили. К счастью, никто не пострадал. Смотря на современный вид Новосибирска, трудно представить, что когда-то здесь преобладали деревянные дома. А по речке Каменке каждую весну шел ледоход. Выставка «Новосибирск-130», альбомы и фотографии наглядно показывают удивительно быстрое преображение города. На ней побывала наша съемочная группа. И вот, что они там увидели. В Краевеческом музее продолжаются выставки к 130-летию Новосибирска. Очередным событием, посвященным этой дате, стало открытие фото-выставки «Новосибирск-130», альбомы и фотографии. На выставочных стендах и витринах представлены фотографии видов города с момента его основания, начиная с села Кривощоково. В Краевеческом музее известное дело работают не только крепкие ученые-специалисты, но и большие затейники. В этом году эти затеи превратились в выставочный проект исследования и сравнения. И в рамках, наверное, вы уже часть посмотрели выставки, мы, конечно же, потом проведем экскурсию с куратором выставочного проекта. У вас будет замечательная возможность посмотреть на те места, которые, может быть, очень известны вам самим, буквально десятки и даже сотню лет до того момента, как мы сегодня с вами их видим. Все фотографии, представленные на стендах, сделаны из коллекции альбомов, которые собираются музеем со дня его основания. В экспозиции представлено 20 альбомов. В них размещены работы профессиональных фотографов первой половины 20 века, Ивана Моторина, Рудольфа Шаля, Ивана Томашкевича, а также фотографов-любителей разных десятилетий 20 века и современных авторов. Мы не пишем здесь авторских текстов. Все тексты, которые расположены в этих выставочных залах, это все цитаты. Цитаты журналистов, исследователей, публицистов, которые изучали город Новосибирск и, собственно, Новониколаевск. На экспозицию у посетителей есть возможность посмотреть фильм, созданный из архивных фотографий, узнать историю места и людей, которые были жителями нашего города в разные времена. И еще одна особенность выставки. На стендах расположены желтые указатели, которые фиксируют внимание посетителей на один и тот же вид города, но в разные годы. Особенный интерес вызывают коллективные снимки. Например, учащихся ремесленных училищ или преподавателей, собравшихся на празднование в честь 300-летия Дома Романовых. Посетив выставку, можно наглядно представить, каким был город и горожане во времена, когда здесь все только начиналось. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.ensk49.ru и в социальных сетях. Вашему ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok